1 сентября 2018 года вступит в силу поправки в Гражданский кодекс, предоставляющий гражданам возможность учреждать наследственные фонды. Такой фонд создается во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества. Его назначение – управление полученным в порядке наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями управления фондом. Решение об учреждении наследственного фонда принимается гражданином при составлении завещания. ИП не обязан заблаговременно предупреждать работника о прекращении срочного трудового договора, если такая норма не закреплена в самом договоре. Такой вывод следует из апелляционного определения Верховного суда Республики Коми от 28 мая 2018 года. Работник в суде оспаривал законы своего увольнения. Истец ссылается на тот факт, что работодатель не предупредил его о прекращении трудового договора в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения. Суд доводы работника отверг, напомнив, что работодателем сотрудника являлся индивидуальный предприниматель. Силу статьи 307 Трудового кодекса в случае заключения трудового договора с работником, работающему работодателю физического лица, сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудового договора выходного пособия и других компенсационных выплат определяются трудовым договором. До суда дошел и спор о правомерности отказа ФСС России в зачете средств, потраченных работодателем на выплату пособия по уходу за ребенком в период продолжения работникам работы на условиях неполного рабочего времени. Напомним, женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком, может работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия по государственному соцстрахованию. Но это не всегда позволяет сохранить за работником право на получение пособия. Так уже признавалась противоправная выплата работникам пособия за счет средств ФСС России при условии сокращения продолжительности их рабочего времени на 5 и 12 минут в день. В такой ситуации пособие по уходу за ребенком приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении работодателем правом в целях предоставления работнику дополнительного материального обеспечения, возмещаемого за счет средств ФСС. В то же время до сих пор не ясно, какое именно минимальное сокращение рабочего времени можно считать достаточным для сохранения за работником права на пособие по уходу за ребенком.